Субтитры сделал DimaTorzok Все возможное для того, чтобы вы не пожалели о принятом решении. Также буду благодарен, если вы поставите прямо сейчас лайк данному видео, чтобы потом не забыть это сделать. И я больше чем уверен, что сегодняшний выпуск будет для вас действительно интересен и полезен. Итак, ребят, подходит к концу сезон. Сезон заканчивается сегодня и завтра стартует новый. Что он нам принесет, сейчас обязательно обсудим. Ну и в частности, обсудим такие вещи, как новое визуальное качество для некоторых танков, новая ветка в игре, ну и конечно же ребаланс танков, который все ждали. А ребаланс претерпели огромное количество машин. И сейчас я вам покажу все технические характеристики, в чем конкретно было изменение, и выскажу свое скромное субъективное мнение. Ну а в отношении того, сколько времени это займет, уж простите, обсуждать действительно очень много всего. Поэтому смотрите и не перематывайте. Лучше потеряйте несколько минут времени, но знайте полностью все. Итак, ребят, новое визуальное качество ожидает FV40049, M60, WZ113GFT, FV215B, он же британский тапок, но лучше всех выглядит VK7201. Напишите свое мнение по поводу внешнего вида данной тачки, потому что мне лично заходит на все 200. В отношении новой веточки, которая ожидает нас в новом сезоне. Это ветка Projet Murat. И в отношении данной машины могу сказать следующее. Многим СТ-водам она понравится, а кто-то будет от нее очень сильно плеваться. На меня она произвела, я бы сказал, двоякое мнение во время теста. В эту ветку будут включены AMX-13, который будет находиться на седьмом уровне, ERAK-105, прототип первый, Proto-1, если быть точным, Projet Lowes на девятом уровне, и Projet Murat на десятом левеле. Все эти тачки являются средними танками, которых очень сильно не хватало французской ветки. Ну и все они будут обладать интересным барабаном на два снаряда. Что это будет собой представлять, обязательно заценим с вами на прямой трансляции, как только ветку введут в игру. Ну а теперь в отношении того, что же все-таки произойдет с нашими танками в отношении ребаланса. И начинать будем со сборной Европы. Кранвагн с одной стороны понерфили, с другой стороны немножечко апнули. Бронепробиваемость снизили, при этом все-таки увеличили ему средний урон, что я лично считаю довольно неплохо, но меня очень сильно смущает время перезарядки. Время перезарядки увеличили на одну секунду по второму снаряду, но уменьшили время перезарядки по первому снаряду, который вы отбрасываете. Также увеличили время перезарядки по последнему снаряду. Короче говоря, где-то забрали, где-то добавили. В отношении Progette 65, здесь я бы сказал больше нерв, нежели Up, потому что здесь увеличили время перезарядки внутри магазина, ну а в отношении того, что добавили сотню прочности, я считаю, что на Progette это отразится не сильно. В отношении Рина Черонта все очень переживали, что машину занерфят, но по факту с ней вообще ничего не произошло, как вы видите, немножечко увеличили разброс, но я думаю, что несущественно, по крайней мере, исходя из цифр, ну а в отношении прочности Up 50 единиц это вообще ни о чем. 60 ТП претерпел изменений, я бы сказал, в лучшую сторону, у него скорость поворота корпуса улучшена, скорость хода назад уменьшили на 1 км, я считаю, что ни о чем не обратим внимания, больше чем уверен. Бронепробитие по кумулятивным снарядам увеличили на 5 единиц, тоже, я бы сказал, будет практически незаметно. В отношении ЦС-63 время перезарядки, как вы видите, улучшили, но тоже незначительно в отношении тяга вооруженности, ну я не думаю, что сильно заметим, хотя может быть, когда будем подниматься под горку, обратим на это хоть какое-то внимание. Максимальная скорость плюс 2 км тоже ни о чем, и скорость поворота корпуса. Зачем вообще трогали ЦС, я лично не понимаю, пишите комментарии, может вы поняли, зачем все это изменять, если в принципе изменения практически будут незаметны. СТРВК, словно известная легенда, претерпела изменений, ей немножечко улучшили тяга вооруженность, время сведения сделали дольше, я считаю, что это правильно, потому что СТРВК в этом отношении действительно очень сильно имбовала, с учетом скорострельности орудия вот этой машины. Ну и в отношении бронепробития, как вы видите, по бронепробитию сделали апп. Опять-таки, зачем, если СТРВК и так неплохо игралась. Следующая машина, которая претерпели изменения в сборной Европы, это ВЗ-55, которого типа неплохо апнули, добавив ему максимальной скорости плюс 2 км. При этом средний урон взяли и снизили на 10 единиц. Время перезарядки нифига себе как увеличили с 12 секунд до целых 17 с половиной. Да как так можно было издеваться над этой машиной? Бронепробитие, ребят, снизили, потому что машина действительно пробивала всех и везде, но и в отношении всего остального, как вы видите, в целом ничего особо дальше не меняется. Время перезарядки между снарядами будет 4 секунды. Ну, короче говоря, посмотрим, что это будет, но, по-моему, в чем-то ВЗ-55 все-таки похоронили однозначно. Т-50-51. На эту машину возлагали в свое время огромные надежды, что ее вернут в первоначальное состояние. Решили немножко поправить, но не сильно. Как видите, средний урон за выстрел с 300 до 310 подняли и время перезарядки типа ухудшили на 1 секунду. Зачем? Если машина и так уже давно не имбовала, тоже не понимаю. Коро 45 тонн. Слава богу, не сильно зацепили, добавили прочности 50 единиц. Уэн уменьшили по углу склонения орудия вниз с 9 до 8, я думаю, будет не сильно заметно. И бронепробитие уменьшили на 10 миллиметров. А вот в отношении времени перезарядки, обратите внимание, здесь у нас, ребят, я бы сказал, оставили все практически таким, каким оно было ранее. Но все-таки увеличилось время перезарядки по второму и третьему снаряду. Первые и последние снаряды остались без изменения. Посмотрим, к чему это приведет. Ну и в отношении Эмиля второго, как видите, бронепробиваемость основного снаряда снизили с 252 до 248. И скорость полета снаряда также была улучшена, как и у некоторых других машин в других веточках, в других нациях. Следующая машина у нас Минотавр, которого в свое время, как все говорили, похоронили, убили, занерфили, хотя я особой разницы не увидел. И вот решили забить еще один гвоздь в гробу данной машины. Средний урон за выстрел с 490 снизили сразу до 470. Время перезарядки последнего снаряда не трогали, но увеличили, простите, уменьшили. То есть увеличили скорость перезарядки с 10,5 секунд до 9,5 секунд и с 9, практически я бы сказал, с 10 секунд до 8,5. Зачем надо было снижать средний урон за выстрел, я лично не понимаю. В отношении времени перезарядки действительно, я думаю, будет играться машина поинтереснее. SMV CC64 также претерпел изменений, ему время перезарядки увеличили с 9 секунд до 10 секунд и урон по модулям с 210 до 165 был понижен. Не знаю, честно говоря, как теперь SMV будет играться, мне кажется, что существенно хуже, а возможно перестанет имбовать, так как это делало раньше. Хотя тоже особый имбой данную машину не назовешь. Объект 263 наконец-то претерпел изменений и изменения здесь действительно существенная. Скорость поворота у машины существенно снизили, я считаю, что это правильно, хотя, понятное дело, владельцы данной машины расстроятся, потому что теперь менее маневренная тачка будет не так, как раньше, попробуй закрути. Скорость снарядов тоже уменьшили, поигрались и решили, что, наверное, на дальнее расстояние так быстро снаряд у 263 лететь однозначно не должен. Углы горизонтальной наводки увеличили с минус 7, плюс 7 до минус 8, плюс 8, то есть подобавляли по градусу в каждую сторону. Изменили тип снарядов, как вы видите, и время сведения улучшили. Хотя у объекта, как мне кажется, и до этого время сведения было довольно неплохое. Из четвертой данную тачку в свое время очень сильно понерфили, ребята очень сильно расстроились и разработчики сказали, мы это все исправим. И вот, наконец-то, вот такие технические характеристики у машины будут, а именно 9,97 секунды время перезарядки решили улучшить до целых 9,6. Прочность машины увеличили на целых 50 единиц, максимальная скорость вперед, плюс 2 км в час тяга вооруженность, я думаю, будет для нас абсолютно незаметна. И, как вы видите, бронирование корпуса немножко изменилось. Со 140 мм брони добавили, плюс 9 мм получили в верхнем бронелисте 149. Можно ли считать это апом? Жду вашего мнения, потому что все мое восхищение, которое я сейчас высказывал, надеюсь, вы поняли, было с сарказмом. Потому что мне кажется, что ИС-4 не вернется в былые времена, там, где он действительно имбовал и был очень крутой тачкой. Т-22СР. Время перезарядки уменьшили, тяга вооруженность увеличили. В отношении разброса сделали его более большим показателем, но я думаю, что не особо заметным. Скорость полета снаряда не смущает абсолютно, хотя существенно уменьшила. Все-таки Т-22 был всегда машиной плюс-минус ближнего боя, а не для стрельбы на дальних расстояниях. Ну и в отношении бронирования, как видите, тоже были внесены ряд изменений. Было уменьшено уровень бронирования в нижнем бронелисте, хотя я не понимаю, зачем туда и так вполне нормально пробивали. Ну а верхний бронелист сделали немножко крепче и сделали 110-118 мм. Следующими советскими машинами, которые претерпели изменения, является Объект 907. Как вы видите, довольно неплохо апнутый по обзору, целых 5 метров. Это очень много действительно. Время перезарядки немножечко увеличили, но думаю, что никто этого и заметит. Ну и в отношении Т-100ЛТ. На этой машине нерфа боялись многие, но как вы видите, в принципе, привело не к нерфу, а привело к апу, потому что время перезарядки улучшили более чем на полсекунды. Бронепробитие тоже подняли, но и в отношении разброса немножечко сделали его похуже, но в целом, думаю, не сильно заметно. Объект 3 топора. Машина, которая очень сильно смущает многих игроков, претерпела изменения, время перезарядки увеличили, время сведения, простите, время перезарядки как раз уменьшили, а время сведения немножко увеличили. Зачем, не понимаю. В принципе, и так было не сильно комфортно играть. Ну ладно, посмотрим, как играться будет. Проходимость по грунтам, я думаю, особой разницы мы не прочувствуем. Т-62А получил себе 6,9 время перезарядки вместо 6,5 секунд. Скорость полета снарядом тоже уменьшили и снаряжение, простите, улучшенный форсаж ему сюда добавили. Бронепробитие у ИСА-7 255 мм забрали и дали 251. Неужели 4 мм что-то зарешает? Я лично в этом очень сильно сомневаюсь. Максимальная скорость от 42 снизилась до 40. Вау, типа будет менее маневренный. И ход назад существенно уменьшили. Вот здесь я расстроен. С 15 км на 13. Но с учетом того, насколько круто забронирована была машина, я думаю, в целом это правильное решение в отношении того, чтобы уменьшить данный показатель. Время перезарядки уменьшили, за что огромное спасибо. Ибо вот то, что забрали брони в нижнем бронелисте, который и так все выцеливали с его 150 мм и снизили до 139, я считаю, решение не совсем правильное. Следующими машинами, которые претерпели изменения, является Объект 268. С 0.355 до 0.345 был уменьшен разброс. Бронепробиваемость была уменьшена по всем снарядам, кроме снарядов, господи, осколочно-фугасного. Скорость поворота корпуса была тоже снижена. Ну, в общем, я бы сказал, что здесь, конечно, нерв, нежели ребаланс. В отношении с Т-1 машина, как редко встречающаяся в игре, и в целом является проходником, поэтому особо решили ее не трогать и просто поиграли с бронепробитием. Снизили показатели практически по всем снарядам, кроме осколочно-фугасных. Объект 260. Я бы не сказал, что стоило его трогать и скорость поворота башни снижать с 27 до 23 секунд. Ну, зачем? Зачем это надо было делать? Ну, он так нормально игрался, блин. Он должен был играться как СТ-шка, исходя из того, что особой броней не обладает. Но, ребята, разработчики решили иначе и решили в этом отношении машину понерфить. Ну, а время перезарядки ему уменьшили и типа быстрее будет перезаряжаться. Хотя, я думаю, что 0,2 секунды никто не заметил. Плюс добавлена механика боевая стабилизация. Объект 140. Средний урон за выстрел ему увеличили на 10 единиц. Подняли ему бронепробитие по основным снарядам и по голдовым. Разброс уменьшили существенно. Время сведения чуть-чуть увеличили, но незаметно. И время перезарядки было немного увеличено, но тоже особой разницы не почувствуем. Поэтому по объекту 140 однозначный ап. И с восьмой бронепробитие было снижено по базовым снарядам и по голдовым. Не считаю, что это правильное решение. Надо было ИСа не трогать. Он и так вполне нормально игрался. Объект 268-4. Бронепробиваемость основного снаряда была увеличена с 265 до 270. Ребят, лучше бы вы ему сведение улучшили, нежели улучшили ему уровень пробития базового снаряда. Британские танки претерпели изменений. Бабаха была существенно понерфлена в отношении скорости полета снаряда. Хотя и так далеко не блистало данным показателем. Время сведения было увеличено больше, чем на секунду и разброс, который вроде бы сделали более приятным. Короче говоря, бабаху, можно сказать, закопали по шею, если не похоронили полностью. FV4005. Время сведения было увеличено с 4,5 секунд до 5 секунд с копейками. Обзор был уменьшен. Ну и в целом я считаю, что машинку довольно не кисло понерфили. И теперь FV4005, ну я думаю, не сильно будет приятно играться с учетом изменений, которые были в нее внесены. Мой горячий любимый баджер. FV217. Машина легендарная, машина некогда очень классная. Да и в целом продолжает ее быть и ее очень круто апнули. Максимальная скорость вперед была увеличена, проходимость по грунтам улучшена. Скорость поворота корпуса, да, снижена будет менее маневренной, но при этом всем я считаю, что бадгер останется все такой же хорошей, приятной машиной. Но скорости поворота корпуса все-таки, мне кажется, будет существенно не хватать. FV215B, он же британский тапок. С 245 до 250 был увеличен обзор. Прочность машины была увеличена на 50 единиц. Время сведения было увеличено с 3,2 до 3,4. Пытались, пытались FV215B все-таки реанимировать и вернуть в игру, но я больше чем уверен, что он как был никому не интересен, так, к сожалению, и останется. Потому что далеко не эти показатели необходимо было менять в машине. FV4202, как вы видите, претерпел незначительных изменений. Vickers Lite, огромное количество изменений, все перечислять не буду, просто посмотрите на характеристики и напишите в комментариях, это ап или это нерв. Я лично склоняюсь к тому, что все-таки машину апнули и довольно-таки серьезно. Super Conquire, великолепный супер конь, претерпел изменений. Время сведения было увеличено на более чем полсекунды в отношении максимальной скорости занерфленный. Ну и в отношении максималки назад, имеется в виду, был занерфлен на целых 2 километра, что будет существенно отражаться на живучести данной машины. Время перезарядки вроде бы как немножко улучшили, но я не думаю, что мы это прочувствуем на себе. Ну, в общем, я лично считаю, что коню дали хорошенько под коленку и неизвестно, как он дальше себя вести в боях будет. Chieftain Mk6, скорость поворота корпуса снизили, это очень плохо, потому что маневренность этой машины была одним из плюсов данной тачки. Время сведения, как вы видите, увеличили в отношении бронепробития. 260 на базовых снарядах забрали, дали 255, ну а в отношении голдовых с 310 снизили до 200. Тот, зачем это надо было делать с этой великолепной машиной, я не знаю, больше чем уверен, что машина будет гораздо менее интересна к приобретению многими игроками, которые мечтали об этой тачке когда-то и не успели ее купить и покатать в предыдущих технических характеристиках. Французы, Bacha 25T, как вы видите, претерпел изменений, но не существенных. Я не могу сказать, что действительно тачка начнет играться как-то по-другому. Какой она была, такой она и останется. И обратите внимание, что время сведения у машины было улучшено с 4,3 до 3,6. В отношении Фоча, Фоча порезали, порезали довольно серьезно, в отношении среднего урона за выстрел ему забрали, простите, добавили 60 мм по среднему урону. При этом ему средний урон за выстрел был также увеличен на 20 единиц на других снарядах и максимальная скорость назад была увеличена. При этом всем стоит отметить, что скорость поворота корпуса еще была добавлена, тяга вооруженность была снижена. То есть теперь, ребят, в этом отношении машина становится немножечко похуже. Плюс урезанный обзор, но и, как вы видите, поигрались немножечко с броней. Как я понимаю, из Фоча попытались сделать новую легенду на 10 уровне среди ПТ-шек, выставить его против ВЗ-хи, которую, кстати, неплохо понерфили. Но я думаю, что все вот это не сильно отразится на Фоче и не могу сказать, что многие игроки захотят прокачивать данную ветку для того, чтобы получить эту десятку. АМХ-30Б претерпел изменений, ФЦМ 50 тонн. Машина и раньше никому особо интересна не была, да и сейчас она лучше не станет однозначно. АМХ-50Б, как вы видите, тоже претерпел изменений, но незначительных, поэтому каким он был, таким он и останется. АМХ-40Б, я бы не сказал, что был каким-то образом улучшен или ухудшен, просто номинально поменяли несколько цифр. И на играбельности данной машины я больше чем уверен, что это абсолютно не отразится. Была добавлена динамическая защита в виде дополнительного снаряжения. В отношении китайской техники М-121Б, один из самых худших танков 10 уровня среди коллекционок, был немножечко изменен. Вроде бы апнут по ХПшке, тяга вооруженность была тоже улучшена. Поигрались немножечко с броней, добавили брони в башне и в верхнем бронелисте и возможно он станет играть немножечко поинтересней. Надо будет обязательно затестить и обязательно это сделаем с вами вместе. В отношении 114 СП-2 все говорили по поводу того, что машина очень плоха своей броней в башне и разработчики это услышали. Увеличили со 175 мм до 185 по щекам и по лбу башни с 290 до 300. Интересно, станет ли 114 играться в этом отношении? Интереснее и будет ли он более часто танковать? Тайп 59 получил себе на 70 мм больше прочности и время перезарядки было уменьшено. А мне кажется, что это позитивно явно отразится на данной машине. Возникает только вопрос, а захотят ли? Захотят ли игроки теперь обзавестись данной тачкой? В отношении WZ-113GFT данная машина пользовалась популярностью игроками для участия во всякого рода турнирах. И ребята-разработчики подумали и говорят, а зачем? А зачем нам такая имба? И поэтому средний урон за выстрел подняли на целые 10 мм. Но обратите внимание, мощность двигателя существенно снизили для того, чтобы уменьшить ее маневренность. Ну и, соответственно, скорость поворота корпуса тоже урезали, ну, я бы сказал, существенно на целых 7 секунд. А это действительно очень много. Простите, 7 градусов. Заговорился немножко. WZ-111-5A претерпел тоже изменений, но незначительных. WZ-113 тоже претерпел изменений, причем очень хороших. В лучшую сторону увеличили прочность на 100 единиц и тяга вооруженность, пускай снизили, но незаметно. Я считаю, что первый показатель будет абсолютно не ощутим большинством игроков. А вот второй показатель в отношении прочности сыграет позитивную роль для данной машины. WZ-132-1 и WZ-121, как видите, тоже претерпели изменений. Пишите свое мнение по поводу того, насколько это было существенно. Я лично особой разницы не наблюдаю. Американские танчики, а именно M6O, были изменены и наши словноизвестные Piranha. Если M6O меня интересует меньше, то Piranha меня заинтересовала очень сильно, но обратил внимание, что особых изменений не появилась. Скорость поворота корпуса была улучшена. Я считаю, что это позитивные изменения однозначно, потому что машина будет обладать большей маневренностью. Плюс стоит отметить, что всеми горячо любимая для выцеливания, так называемая кепка, она же командирская башенка, была улучшена в отношении брони с 220 мм до 248 мм. Интересно. Теперь действительно будет сложнее башенку эту пробивать или это только номинально? Другие американские машины у вас на экране. Можете ознакомиться с техническими характеристиками с изменениями. Меня из них больше всех заинтересовал, конечно же, Heavy. Т-57 претерпел изменений, скорость поворота корпуса была уменьшена, хотя и так не сильно классно крутился на месте. Время сведения было увеличено, а максимальная скорость вперед и назад были тоже изменены. Но, слава богу, хотя бы в лучшую сторону. Не знаю, можно ли назвать это нерфом, но в определенной части однозначно так и есть. В отношении следующих машин, а именно Concept 1B, как видите, немножко что-то поменяли, но не сильно. Т-110Е4, я бы сказал, практически не изменился. ХМ-66Ф, ПТХ, о которой я долго мечтал и наконец-то ее получил, вроде бы как немножко была изменена, но я не могу сказать, что тут действительно есть что-то существенное, кроме изменений типа основного снаряда. Вот это меня действительно смущает. Т-110Е3 претерпел изменений, скорость поворота корпуса была уменьшена, обзор был увеличен, время сведения тоже были изменены, время перезарядки с 16,3 до 15,9 было улучшено. Считаю, что в целом поступили абсолютно грамотно и этого действительно машине не хватало. Японские танчики на вашем экране, мне, как видите, существенных изменений получил Хорием. Скорость снарядов полета была улучшена по базовому, по голдовому и по осколочно-фугасному. Время перезарядки было немножечко улучшено, а скорость поворота корпуса была уменьшена. В целом я считаю, что это очень крутой ап для этой машины, а вот в отношении Тайпа 71 вроде бы попытались апнуть, но особой разницы я лично не ощутил, по крайней мере по цифрам. Но на тесте все это дело надо будет обязательно проверить. Немецкие танки Маус. По Маусу здесь у нас изменений практически никаких нет. КПЗ 50 тонн был изменен и был немножко понерфен в отношении бронепробития. ВК 72.01 принес в этот вот ребаланс новые показатели по бронепробитию, но тоже, опять-таки, я бы сказал, не сильно существенные, поэтому можно сказать, что ВК 72.01 практически не тронули. Мой горячо любимый гриль, скорость поворота корпуса ему увеличили, время перезарядки ему типа немножечко уменьшили, тяговооруженность увеличили, в общем, сделали ап по грилю, и я считаю, что это хорошо. Хорошо, когда апают гриля, хорошо, когда апают один из любимых танков в игре. Время сведения по клинку претерпело изменения в лучшую сторону, скорость поворота башни была снижена, ну а все остальное в машине остается как было, так и есть, поэтому клинок как был легендарный имбой, так ею и останется. Леопард первый претерпел изменения в сторону апа, время перезарядки было, правда, немножко увеличено, но оно так и должно было быть, уж слишком скорострельная машина была, хотя, с другой стороны, крайне неживучая, и скорострельность этой машины и скорость передвижения все-таки были ее фишками. В отношении Е50М, как вы видите, изменена броня, со схемой ознакомитесь самостоятельно, Е100 претерпел изменений в сторону все-таки больше, я бы сказал, нерфа, нежели ребаланса, ну и наша горячо любимая Яга претерпела изменения, ей подняли прочность, время сведения было существенно увеличено, время перезарядки увеличили на целую секунду, зачем это было делать, я не понимаю, если раньше ее апнули, то теперь решили ее назад подпилить, лучше бы ее не трогали, пусть бы оставалась такой, какая она была раньше. Вот такие вот, ребят, изменения ждут нас в следующем сезоне, видео получилось очень долгим, я очень долго к нему готовился, и если вам не сложно, буду благодарен за ваш лайкос, за мои труды и старания, я пошел снимать следующее видео, а еще, друзья, вечером приглашаю всех на прямую трансляцию, на которой каждые 20 минут мы будем разыгрывать по коллекционному танку в честь окончания нашего сезона. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!